Это, насколько я понимаю, первая из трёх лекций, да? Да. То есть, режим работает тот же. Час реакторов, 10 минут на вопрос. Хорошо. Действительно, будут три лекции про нейтронные звёзды. Я выбрал сюжеты, которые, как мне кажется, более интересны физикам. На третьей лекции мы поговорим про остывание нейтронных звёзд. На второй лекции про определение массы радиусов нейтронных звёзд, что имеет отношение к сравнению состояния. Но начнём, естественно, с введения. И предыдущая лекция меня замечательно мотивировала про то, чтобы рассказать про магнитары. Я бы сказал, что астрофизиков, не верящих в существование магнитаров, примерно столько же, сколько физиков, не верящих в существование Хиггса. Но в любом случае, если от астрофизика или от физика в своей профессиональной области вы слышите фразу «я не верю», значит, он работает не астрофизиком, а осьминогом Паулем. Поэтому я вас попробую убедить в том, что наилучшая модель, описывающая очень большой комплекс явлений, это магнитарная модель. И такой серьёзной альтернативы на самом деле просто нет. И люди, которые говорят, что у них есть, они лукают, они берут кусочек данных, но не описывают всю большую картину. Но начнём мы действительно с самого общего введения, поскольку я буду рассказывать именно с точки зрения астрофизика, и поэтому напомню какие-то простые вещи. Итак, вообще, откуда берутся нейтронные звёзды? Ну вот, если здесь небо ясное, вы выйдете ночью, вы увидите очень много звёзд, здесь осветки практически нет, мы видим обычные звёзды, где водород превращается в гелий, в гелий, в углерод, в углерод, в кислород и так дальше. И про это, кстати, будут рассказывать, будет лекция про неускорительные нейтринные эксперименты. Вот там будет кусочек про звёзды очень интересный. Ну так вот, существует звёзды, звёзд много. В нашей галактике звёзд вы можете увидеть цифру 200 миллиардов, можете увидеть цифру 400 миллиардов. Проблема здесь очень простая. Если вас спросить, сколько на Земле животных, это очень сложный вопрос. Вы легко пересчитаете там каких-нибудь слонов, тигров, но каких-нибудь там блох, всех переловить очень трудно. И вот эта неопределённость в полном числе звёзд, она связана с самыми лёгкими, с самыми тусклыми звёздами, которые трудно наблюдать. Они слабые, в галактике много всякого газа и пыли, которые поглощают основную часть света звёзд. И поэтому существует такая неопределённость. Но поскольку маломассивных звёзд, давайте я буду так показывать, это масса по горизонтальной оси, количество объектов данной массы по вертикальной, есть такая начальная функция масс, функция Салпитера. На самом деле функция масс, конечно, будет сложнее, чем просто прямая зависимость. Это логарифмическая шкала. Да, конечно, шкала логарифмическая. Но, тем не менее, это является очень хорошей аппроксимацией. Маломассивных звёзд гораздо больше, чем массивных, но нас будут интересовать именно массивные, потому что именно они в конце жизни дают нейтронные звёзды, чёрные дыры или вообще что-нибудь интересное. При этом существенно, что начальная функция масс, она отличается от того, что мы видим, поскольку начальная функция масс, это как звёзды рождаются, но дальше они живут. Маломассивные звёзды живут долго, хотя у них меньше запаса термоядерного горючего, они его гораздо более экономно расходуют, чем массивные звёзды, поэтому они живут долго, и функция масс наблюдаемых звёзд, она сильнее задрана в сторону маломассивных объектов и сильно завалена здесь. Здесь время жизни во много раз, на много порядков может превосходить время жизни галактики, то есть самые первые звёзды, которые 10 миллиардов лет у нас образовались в галактике, их ещё можно найти. А массивные звёзды, самые массивные, живут несколько миллионов лет, совсем немного, и довольно быстро прожигают всё горючее, вплоть до элементов группы железа и превращаются в компактные объекты. Так вот, можно оценить, каково количество нейтронных звёзд и чёрных дыр в галактике, примерно зная, из какого диапазона образуются эти компактные объекты. Ну вот ещё раз, в галактике примерно 400 миллиардов звёзд, если мы считаем все-все-все самые мелкие, и за время жизни галактики образовалось где-то под миллиард нейтронных звёзд и примерно около 100 миллионов чёрных дыр. Вообще говоря, это очень много. То есть это означает, что самая близкая нейтронная звезда находится от нас на расстоянии где-нибудь несколько парсет. Но мы их не видим, потому что старые нейтронные звёзды наблюдать довольно трудно. И в основном я буду сегодня говорить про молодые нейтронные звёзды. В каждой группе будет всего лишь около десятка, может быть, двух десятков объектов, но зато их хорошо видно. И там есть очень интересная физика, которую интересно обсуждать. Напомню, что нейтронные звёзды — это такой редкий случай в астрономии, когда объекты были предсказаны. Это довольно редко происходит. Чаще всего люди обнаруживают что-нибудь необычное, а потом уже думают, что же это такое они увидели, и пытаются это объяснить. Астрономия — она очень необычная наука. Если вы задумаетесь, это единственная естественная наука, где нет никакого эксперимента. То есть есть только наблюдения. Астрономы они только подсматривают и подслушивают, и никак манипулируют с объектами, которые они изучают не могут. Так вот, существует такая замечательная легенда, очень живая в народе, потому что в одной из самых, может быть, самой известной книги по нейтронным звёздам она воспроизведена, что нейтронные звёзды были предсказаны Ландау в 1932 году, когда он был в Копенгагене, то сразу после открытия нейтрона они собрались, поговорили. Но потом приходят люди, которые начинают разбираться в фактах. В это время он просто не был в Копенгагене. Благо там они записывали визитёров. На самом деле была статья написана до открытия нейтрона, которая содержала очень интересные мысли относительно очень компактных звёзд, но тогда не было нейтрона, не могло быть нейтронных звёзд. Первое действительно предсказание нейтронных звёзд это работа Баада и Цвики 1934 года. Я советую вам её посмотреть, она чуть больше страницы. Она очень интересна, она интересна двумя вещами. Первое, там совершенно гениально прозрено существование нейтронных звёзд, описаны многие характеристики, очень правильные, и, между тем, статья содержит фантастически неправильные вещи, которые, ну, собственно, они в большей степени астрофизики, чем физики, но физику, наверное, было бы непростительно такое писать даже в 1934 году. Как бы то ни было, в 1934 году нейтронные звёзды были предсказаны, и никто не бросился их искать. Почему? Потому что вот задним числом мы знаем, что нейтронные звёзды это астрономический объект, который принёс больше всего Нобелевских премий, и, как минимум, ещё одну он точно принесёт, когда будут обнаружены гравитационные волны от слияния нейтронных звёзд. Почему люди не бросили их искать? Что люди предсказали? Люди предсказали существование 10-километровых шариков с температурой примерно миллион градусов на поверхность, то есть то, что можно наблюдать, и на расстоянии, таком типичном, в тысячи световых лет. Найти такую иголку в стоге сена, найти такую дохленькую звёздочку в нашей галактике очень трудно, и поэтому никакого энтузиазма искать такие объекты не было, и люди, собственно, этим не занимались. Нейтронные звёзды были обнаружены достаточно случайно. Вот обнаружение нейтронных звёзд, что сейчас кажется довольно банальным делом, совершенно не было предсказано. Итак, классический зоопарк нейтронных звёзд это объекты двух типов. Это молодые нейтронные звёзды, наблюдаемые как радиопульсары, и самый известный радиопульсар находятся в крабовидной туманности. Вот эта туманность, это вещество было выброшено при взрыве сверхновой. На самом деле, вот взрывается сверхновая, ходит ударная волна по межзвёздной среде, идёт оболочка. В таком масштабе эта оболочка где-то вот тут была бы, она до сих пор не обнаружена, потому что, если у вас звезда взрывается в таком достаточно пустом месте в космосе, то, собственно, ударные волны не нагребают много газа, и поэтому такой яркой, красивой туманности, действительно, остатка сверхновой не возникает. То есть терминологически неправильно говорить, что крабовидная туманность — это остаток сверхновой. Почему же мы видим крабовидную туманность? Потому что внутри сидит радиопульсар. Нейтронная звезда, обладающая магнитным полем чуть больше, чем 10-12, и довольно быстрым вращением. Период вращения составляет 33 миллисекунды. Такая штука генерирует поток частиц, релятивийский ветер, и вот эта туманность, которую мы видим, она подпитывается пульсаром. Остаток сверхновой виден, даже если у вас остатка никакого не осталось. То есть произошел взрыв, была выделена энергия, нагреблось вещество, закачана энергия в это вещество, и все светит. А здесь, если мы выключим радиопульсар, вот одна из слабеньких звездочек где-то здесь, я все время забываю, какая, это радиопульсар, если его выключить, то через какое-то время туманность начнет потихонечку угасать и угаснет, потому что она подпитывается только потоком вещества от пульсара, и если этого не будет, то туманность светить не будет. В этом смысле это вовсе не классический остаток сверхновой. Второй тип объектов, который был открыт практически одновременно с радиопульсарами, это рентгеновские двойные системы. Система, где в двойной системе вещество с обычной звезды течет на компактный объект, например, на нейтронную звезду, и тогда мы можем видеть такой объект. Итак, удивительным образом, как вы знаете, формально не за открытие пульсаров, но реально все понимают, за открытие пульсаров была вручена Нобелевская премия, вы эту историю знаете поучительную? Конечно, нет. Нет. Это очень поучительная история. После Второй мировой войны в Великобритании очень бурно развивалась радиоастрономия, потому что во время войны они очень сильно вложились в радиотехнические исследования, в радиолокацию, и после этого начали строить радиотелескопы, изучать самые разные явления. Тогда они были не такие дорогие, как сейчас, потому что все только начиналось, и вот буквально там на коленке люди их собирали. Они могли быть большими, но очень простыми, в этом смысле недорогими. И люди изучали мерцание радиоисточников астрономических на окол солнечной плазмы. И Джуслин Белл, которая была аспиранткой в это время, обнаружила очень периодический сигнал, очень строго периодический, то есть заведомо периодичность была порядка той точности, которую они могли измерить. То есть может быть он был более периодическим, чем часы, условно говоря. Она пришла к своему руководству, и руководство сказало, что это все ерунда, такого быть не может. В радиоастрономии фактически всегда вы видите наземные источники. И если где-то работает, я не знаю, какой интеллектродвигатель, у которого есть характерная частота в десятки миллисекунд, он будет давать такой радиосигнал, и радиотелескоп его будет видеть. Вот сейчас, например, для относительно недалеких мест в космосе, где можно спрятаться от радиоизлучения, которое идет от земных объектов, таким местом является обратная сторона Луны. И разрабатываются специальные миссии, которые будут летать во время Луны, только в то время, когда они находятся за Луной, они будут эффективно наблюдать, потому что тогда никакой шум наземных радиоустановок им не мешает. Ну так вот, собственно, урок в чем? Может быть, самый главный урок этой лекции. Аспирантка была очень настойчивой. Хотя начальство ей сказало, что это все ерунда, и она продолжала смотреть за этим источником. И она убедила, что источник небесный. Ну, благо, Земля крутится, поэтому как бы источник смещается, и ясно, что так смещаться с периодом сутки никакой наземный источник не может. И тогда они этим заинтересовались, обнаружили еще несколько таких источников, строго периодических источников, с очень высокой частотой. Какая у вас закрадывается мысль, когда увидели такой сигнал? Инопланетичный. Ну, конечно. Так вот, и они действительно на какое-то время наложили такую табу на распространение этой информации в газетах, скажем так. То есть в каких-то средствах массовой информации. Но довольно быстро было открыто еще несколько таких источников. В общем, стало ясно, что вряд ли это уж такое обилие инопланетян вокруг нас. То мы ничего не видели, или оттуда вдруг их очень много. И тогда, значит, об этом было сообщено. Ну, так вот. И за это открытие руководитель аспирантки получил Нобелевскую премию. Это считается одним из самых крупных проколов Нобелевского фронтета. Ну, там есть тонкость. Она не была первым автором статьи. И он формально получил, там нет слова, пульсары, там за развитие радиострономии. Но все понимают, о чем речь. Поэтому Джуслин была такая легенда. И когда вторая Нобелевская премия вручалась за нейтронные звезды, ее получила уже пара. Аспирант, ну, бывший, естественно, аспирантовый руководитель. Там тоже была очень забавная история. Человек, который был аспирантом, к этому времени ушел из науки. Он работал в прикладной науке, он не был астрофизиком. А его руководитель, он и является одним из самых известных таких астрономов-пульсарщиков. Ну, представьте, вот что-то поработали, там написали диссертацию, после этого ушли, работали в прикладной науке. Вдруг в один прекрасный октябрьский день вам звонил, говорит, добрый день, это из Стокгольма. Так вот, забавно, что нейтронные звезды были открыты до этого. Просто так получилось, что их не узнали. Вообще говоря, задним числом мы пульсар в крабовидной туманности обнаружили. Естественно, ее много снимали, и на оптических изображениях можно, если знать, куда смотреть, увидеть пульсацию. Но был более интересный результат. Вот рентгеновские системы были обнаружены до 67-го года, но им не повезло, не было ни одного хорошего пульсара. И поэтому доказать, и вообще серьезно думать, что это нейтронные звезды, было довольно трудно. Вот в 62-м году начали запускать эффективные такие детекторы, тогда еще на ракетах. Вот ракета взлетала, там стоял рентгеновский детектор. Когда это поднималось достаточно высоко, он что-то видел в очень короткое время, как вы понимаете, потом ракета падала. То есть это заведомо меньше там полутора часов, это период обращения вокруг Земли на низкой орбите. То есть буквально какие-то минуты. И был открыт источник Скорпион-Х1. Вот в таких названиях первые три буквы, это аббревиатура латинского названия созвездия, в данном случае Скорпион, Х, потому что рентгеновский, и первый это первый источник, обнаруженный в данном созвездию. Вот Джакони, Гурский и Кентл в 62-м году открыли источник Скорпион-Х1, который, как мы сейчас знаем, является нейтронной звездой, но и уже сильно задним числом. Вот в 2002 году Джакони все-таки получил свою Нобелевскую премию. Но, опять же, не за открытие нейтронных звезд, а за развитие рентгеновской астрономии, где он действительно сделал такой фундаментальный вклад. Почему мы видим рентгеновские двойные? Это очень легко объяснить. Самый простой способ выделения энергии во Вселенной, кстати, здесь вот очень удачно, здесь есть красивые предметы, я прошу прощения, и мягкий пол. Вот это самый простой способ выделения энергии во Вселенной. Энергия выделяется, всем желающим могу кинуть на ногу, но узнаете, что энергия выделяется. Вот если такую штуку кинуть на нейтронную звезду, ну не будет не только поселка Большие Коты, но не будет, в общем, очень много всего вокруг, и там вот горки сроются, потому что при падении на нейтронную звезду выделяется 10% от МЦ-квадрата. Это очень много. При ядерном взрыве, как вы знаете, выделяется сильно меньше 1% от МЦ-квадрат, и поэтому такой простой способ, как кидание любых предметов на нейтронную звезду, приводит к выделению колоссальной энергии. Один грамм, упавший на нейтронную звезду, дает примерно 10,20 Р. Это много. Пересчитайте, сравните с чем-нибудь вам известным. Можете слова объяснить, отход к 10%? Просто потому, что объект очень компактный, то есть просто с ЖМ на Р, большая масса, маленький радиус, и поэтому очень глубокая потенциальная яма. Поэтому выделяется такая большая энергия. На самом деле можно выделить еще больше, потому что вещество обладает угловым моментом, и падая на нейтронную звезду, оно редко прямо падает на поверхность. Обычно оно закручивается в такой диск, здесь разогревается, и если диск вращается вокруг экстремально вращающейся черной дыры, то там можно вот этот коэффициент довести до 42%. Такой абсолютный предел. То есть безо всякой аннигиляции, вот 42% от возможной максимальной энергии можно вытащить. И поэтому возникают очень яркие источники. Естественно, когда у вас энергии много, ее уносят самыми жирными квантами, то есть рентгеновскими или гамма, но разогреться до гамма тяжело, получаются мощные рентгеновские источники. Двойных систем много, примерно половина звезд вообще, а среди массивных звезд эта доля еще выше, массивные звезды почти все входят в двойные системы. Поэтому, когда одна из звезд прожила свою жизнь и превратилась в компактный объект, возникает ситуация с перетеканием, и поэтому возникают очень яркие источники со светимостью в сотни тысяч раз больше, чем светимость Солнца. И все это в основном высвечивается в рентгеновском диапазоне. Про открытие радиопульсаров я уже рассказал, повторяться тогда не буду. Вот, собственно, Джослин Белл. Не на этом телескопе был открыт. Это такой уже красивый телескоп, большая тарелка. Они использовали гораздо более простой инструмент и сделали вот это, как говорят, серендипическое, случайное открытие. Итак, в конце 60-х годов, в самом начале 70-х, сформировался такой классический взгляд. Есть пульсары, типы пульсаров крабовидной туманности. Он не был первым открытым, но он самый известный, потому что это была идеальная иллюстрация того, о чем писали Баада и Цвейки. Нейтронная звезда в неком смысле остатки сверхновой, в туманности, оставшейся после взрыва сверхновой. Но вот о чем они не могли догадаться, о том, что они будут мощными источниками строго периодического радиоизлучения. И второй зверь в старом зоопарке нейтронных звезд это рентгеновские двойны. Соответственно, если вы откроете не только любую популярную книжку, любой учебник, изданный до примерно конца 90-х годов, вы увидите, что молодые нейтронные звезды наблюдают как радиопульсары. Затем они замедляют свое вращение. Собственно, почему светит радиопульсар? Там как бы сложная электродинамика, и вообще правильный ответ на этот вопрос мы не знаем. Нет, несмотря на то, что прошло больше 50 лет, нет, меньше 50 еще лет, почти 45 лет с момента открытия радиопульсаров, хорошей модели излучения радиопульсаров не существует. Но очевидно, что высвечивается энергия вращения. Звезда потихонечку замедляется, и в конце концов пульсарная машина выключается. Значит, молодые нейтронные звезды мы видим как радиопульсары. Старые нейтронные звезды мы можем видеть, если они входят в двойную систему, на них течет вещество, и тогда включается рентгеновский источник. Вот так было где-то до конца 90-х годов. С середины 90-х годов потихонечку начали появляться данные, которые говорили о том, что все не так просто, и более того, пульсар-тип пульсаров Краби не является типичной молодой нейтронной звездой. Их просто очень хорошо видно, и довольно-таки долго, миллионы лет. Но вообще говоря, большая часть нейтронных звезд рождается совсем другими. Что мы сейчас знаем в дополнение к обычным радиопульсарам? Есть пульсары с очень большим магнитным полем. Большое поле это как минимум больше швингеровского, ну, будем говорить 10-14 Гаусс, под 10-14 Гаусс. Пульсары с большими полями, это само по себе необычно, потому что несколько лет люди потратили, пока не открыли эти объекты, на то, чтобы объяснить, почему магнитары не видны в радиодиапазоне, объяснили это успешно, и потом их начали видеть в радиодиапазоне. Очень важная и интересная группа объектов это центральные компактные рентгеновские источники в остатках сверхновых. О них будем говорить более детально. Затем два класса объектов, которые являются магнитарами. Это аномальные рентгеновские пульсары и источники мягких повторяющихся гаммов всплесков. Затем остывающие нейтронные звезды, великолепная семерка, о которой тоже поговорим и сегодня, и на третьей лекции. И транзиентные радиоисточники, связанные тоже с нейтронными звездами. Но потихонечку начнем. Центральные компактные объекты. Вот это то, о чем думали бы ады и цвейки, действительно. Классическая туманность, остаток сверхновый. Вот это действительно все выброшенное вещество и нагребенное вещество. Здесь звезда взорвалась в таком непустом месте. Было что нагребать. Мы видим красивую туманность и мы видим вот эту точечку в центре. Вот эту точечку в центре. Это нейтронная звезда. Она светит просто потому, что она молодая и горячая. Обнаружение этого объекта, оно тоже очень астрономическое. Это изображение, полученное спутником Чандра. Чандра это очень дорогой рентгеновский телескоп на орбите. Он стоит, без учета эксплуатации, больше миллиарда долларов. Он обладает очень большим для рентгеновского диапазона угловым разрешением. Ну и довольно хорошей чувствительностью. Так вот, когда запустили, нужно было сделать такой вот рекламный снимок. В Штатах, как вы знаете, наука устроена не так, как у нас. Там периодически людям надо объяснять, куда деньги делят. Так вот, они выбрали, долго думали, какой объект снять. Он должен быть красивым. Такие туманности, это очень красивые объекты. Цвета здесь, они, как сказать, условно искусственные, они отражают реальность, но рентгеновскую. То есть мы не можем так увидеть, но синие здесь соответствует больше энергии рентгеновских квантов, красные меньше энергии. Так вот, они выбрали эту туманность, чтобы получить красивый снимок туманности. Центральный объект не был известен в этой туманности. И когда они получили снимок, потрясающее угловое разрешение Чандры позволило увидеть этот объект. Он оказался очень необычным. Он не пульсирует, до сих пор никакие пульсации не обнаружены. Долго не могли понять, каковы же свойства. Там очень необычная атмосфера у этой нейтронной звезды, такая углеродная атмосфера. И сейчас появилась еще одна удивительная загадка. Он очень быстро охлаждается. Это первый случай, когда прямо за несколько лет видно, как нейтронная звезда остывает. И температура просто падает. Об этом поговорим на третьей лекции. Это очень интересная вещь. Единственная такая, лучшее, хорошо, не единственная, лучшее гипотеза о том, почему это происходит. Это потому, что вдруг настал такой момент, наконец, и внутри нейтронной звезды включилась протонная сверхтекучесть. И это привело к открытию нового канала излучения нейтрины. Из-за этого начала резко падать температура. Вот другой пример, тоже остаток сверхновый и центральный объект в центре. Известно всего лишь несколько таких объектов, меньше десятка. Зависит немножечко от того, что вы туда включаете. Вот еще один пример. Возраста в тысячах лет. То есть это обычно несколько тысяч лет. Вот список чуть побольше. Название рентгеновского источника, остатка, возраст в тысячах лет, расстояние от нас, период. Периоды в секундах, естественно, это довольно длинные периоды для столь молодых нейтронных звезд. Более удивительная вещь, это магнитные поля. Как определяют вообще магнитные поля? Напомню, в астрономии мы можем только видеть. Увидеть магнитное поле очень трудно. Поэтому обычно используется очень непрямой способ оценки магнитного поля. Существует модель для замедления нейтронной звезды. То есть, грубо говоря, у вас есть шарик с известной массой, радиусом, соответственно, с моментом инерции. У вас есть магнитное поле, вы его крутите, и есть потери. То есть в простейшем случае, из соображения размерности практически можно списать, есть магнитно-дипольные потери. Туда входит магнитное поле. Соответственно, наблюдая первую производную периода и зная сам период, вы можете оценить магнитное поле. Вот это основной способ оценки. В принципе, вы можете оценить, насколько он непрямой. Но вот эти поля получены таким способом. И это очень маленькие поля. Они существенно меньше, чем поля радиопульсара. Там 10-12. Да, типичное поле 10-12. Здесь, ну вот, для тех, которых не видно, там, скорее всего, как бы они действительно маленькие. Есть поля 3 на 10-10. Ну, табличка постепенно устревает. Сейчас есть еще одно значение. Тоже где-то порядка 10-10. Это где-то в 100 раз меньше, чем у пульсаров Крэбе. Это довольно серьезная разница. И они не видны как радиопульсары. Как мы можем это установить? Вот, опять-таки, рентгеновское изображение. Вот оно отзумлено. Нет никакой туманности типа крабовидной. Дело не в том, что мы не видим прямо радиопульсара. Ну, вот крутится маячок. Он может не попадать к нам в глаз. Пучок очень узкий. Но понятно, что если я буду вот так вот делать, вы увидите огонек, который бегает по крыше. Соответственно, если пульсар вообще работает, он выбрасывает рельефийский ветер, неважно, светит ли на вас радиолуч, вы будете видеть эту плерионную туманность. Здесь мы не видим никакой плерионной туманности, но ее можно отмотать назад. Здесь мы ее не видим, здесь не видим. Именно это выделяет данный тип источников. Здесь вот тоже есть рентгеновский источник, а вокруг пустое ровное место. Никакой плерионной туманности нет. Значит, это нейтронные звезды, которые не работают как радиопульсар. У них слишком маленькая боль, слишком большой период вращения, для того, чтобы эта комбинация дала радиопульсар. Это можно показать вот на таком графике. Здесь период по горизонтальной оси, производная периода по другой. Облако — это радиопульсары. Вот тут сидят магнитары, крестиками показаны, ну и родственные им объекты. Вот эти объекты, миллисекундные радиопульсары, они были раскручены в двойных системах, на них шла мощная аккреция. Это привело к тому, что, во-первых, убилась магнитная пуля, во-вторых, резко возросла частота вращения. Вот звездочкой показан один из источников в остатке сверхновой, он не является радиопульсаром. Это все равно довольно странно. Спрашивается, если пульсаров мы знаем 2000, а вот этих объектов в остатках сверхновых мы знаем там 8 штук, допустим. Почему мы должны об этом так беспокоиться? Это какая-то маленькая доля, которая нас не интересует. Мы должны беспокоиться, потому что они очень молодые. Если мы пересчитаем в темп рождения, то окажется, что темп рождения у них примерно такой же, как у радиопульсаров. Просто их плохо видно. Как можно решать, они молодые? Мы знаем это, потому что они в остатке сверхновой сидят. Возраст остатка мы очень хорошо знаем. Теория была развита совершенно понятным мирным приложением. Это ядерный взрыв в атмосфере. Вот Седовское решение было создано для ядерного взрыва в атмосфере, а оно очень эффективно работает для взрыва сверхновой в реалистичной межзвездной среде. Поэтому возраст остатка сверхновой определяется достаточно точно. Ну, по астрономическим меркам. Вы понимаете, там 2 и 3 тысячи – это то же самое. Или там 3 и 5 тысяч. Важно, что это не 50 тысяч, а даже не 15 и не 10. У нас кассиопея мы просто знаем, да? Да, кассиопея – это редкий случай, когда есть крабовидные туманности. Просто видели саму сверхновую. Что означает CCO? Central Compact Object. Так вот, темп рождения у них такой же, как у обычных радиопульсаров примерно. Соответственно, это очень важный класс нейтронных звезд. Они составляют заметную долю всех нейтронных звезд вообще. Двигаемся дальше. Магнитар. Магнитар – да, кстати, очень важное такое дополнение. Ну, в английский они пишут и так. По-русски они пишут с буквой И. Если только вы не пишете, почему-то магнетосфера, если вы пишете магнетосфера, то и магнитары можете писать буквой Е. Так вот, магнитар – это не объект с большим магнитным полем по определению. Они, кстати, тоже были предсказаны удивительным образом до открытия, но до такой идентификации, скажем так. Важно, что потери энергии определяются диссипацией энергии магнитного поля. Ну или, если вам больше нравится, диссипацией токов, которые текут в корень нейтронной звезды. Откуда это видно? Видно, как замедляются эти звезды, видны вращательные потери энергии, и наблюдается, собственно, светимость, поток энергии от них. И вот этот поток энергии превосходит вращательные потери, он заведомо превосходит любые тепловые источники энергии. И мы видим, что там нет никакой звезды-соседки, не может быть аккреции, ничего не течет на нейтронную звезду. Ну вот поэтому считается... Это не основная причина, почему магнитары обладают сильным магнитным полем, я еще об этом поговорю. Считается, что магнитары светятся, потому что они диссипируют энергию, связанную с магнитным полем. И поля, которые получаются для них, это 10-14 и 10-15 гаусс. Есть два класса объектов, которые относят к магнитарам. Это источники мягких повторяющихся гамма-всплесков, Soft Gamma Repeaters, и аномальные рентгеновские пульсары, Anomalous X-Ray Pulsars. Есть почти десяток уже источников мягких повторяющихся гамма-всплесков, и больше десятка аномальных рентгеновских пульсаров. Есть хороший, постоянно поддерживающийся каталог онлайн. Можно зависимо смотреть, каковы параметры этих источников. Ну вот, давайте начнем. Начнем с гамма-репитеров. Они были открыты первыми, идентифицированы первыми. И, на мой скромный взгляд, это самое главное астрономическое открытие, когда-либо сделанное в этой стране. Это сделала в первую очередь группа Мазица из ФТ имени Йоффа, тогда, естественно, в Ленинграде. 5 марта 79-го года наблюдалась очень мощная гамма-всплышка. Люди изучали космические гамма-всплески, но они увидели, что есть источник, который дал мощную вспышку, а до и после дал более слабые вспышки, но они явно шли из одного места. Был идентифицирован этот источник. Оказалось, что он находится в Магеллановом облаке, в близкой Карликовой галактике. И стало ясно, что это совершенно особый класс объектов, и важно, чтобы был открыт перил. Но здесь показана вспышка другого магнитара, просто она получена позже, более хорошее оборудование, и поэтому более красивая картинка. Очень мощная вспышка. Это вовсе не максимум вспышки. Если максимум нарисовать, он бы там на десятки метров, ну, на десятки, я наверное, вру, на метры торчал бы из крыши. Здесь просто аппаратура захлебывается фотонами, и не может их считать. Аппаратура просто слепнет. На метр в логарифмическом масштабе? Да, во всей видимости, да. То есть порядков на 20 больше? Нет, ну не на 20, ладно. Ну ладно, может с метрами я делаю. Нет, ну смотри. На сколько порядков больше? А ну никто не знает, на самом деле. Ну, да, в каунтов мне тяжело сказать. Ну, пять порядков, да? Ну, несколько порядков, хорошо, да, ладно, на метр. Я, по страфистике, не можно вирические такие отступления при увеличении делать. Но важно, что после этой вспышки наблюдается такой вот хвост пульсирующего излучения. Это строгий период. Это период вращения нейтронной звезды. Несколько секунд обычно. И, собственно, это позволило сразу тогда, в 79 году, сказать, что это нейтронная звезда. Сейчас известно, как я сказал, примерно под десяток таких объектов. Не все из них дали гигантские вспышки. Три, может быть, четыре, в зависимости от того, как вы классифицируете. Четвертая вспышка просто не имела такого красивого хвоста, она была очень мощной. Дали мощные вспышки. Все они дают более слабые вспышки. Кроме этого, что мы знаем, правильно? Мы знаем, что нет никаких компаньонов, нет второй звезды. Это очень такое жесткое утверждение. Оно даже не связано с тем, что звезда не видна. Если бы она была там из темного вещества, мы все равно знаем, что ее нет. Потому что у вас есть периодический источник излучения. Если он по орбите вокруг чего-то крутится, вы бы видели модуляцию периода. Но ее не видно. Достаточно высокой точностью. Поэтому никаких спутников массивнее, чем планеты, там быть не может. Когда они не вспыхивают, они испускают рентгеновское излучение, пульсирующее. Со светимостью... Светимость Солнца это 4 на 10 в 33. Но со светимостью там несколько сот, нескольких тысяч солнечных. Они имеют периоды порядка 50 секунд. И они очень быстро замедляются. Если мы вспомним ту самую магнито-дипольную формулу и как оценивают магнитные поля пульсаров, то такая оценка даст поле под 10-15. Это не значит, что это как бы правильная оценка. Но вот запомним, уже по замедлению, по стандартному методу в стратегии нейтронных звезд получаются большие поля. Одна вспышка была особо мощной. Вот эта точно торчала бы на метре. Она произошла в декабре 2004 года. Ее видело все, что летало на орбите, и все ослепло. Опять-таки, совершенно потрясающий результат получила группа Мазица. Они единственные увидели вспышку в максимуме. У них два детектора летают. И один в этот момент был в тени Земли. Он не смотрел на источник, поэтому он не ослеп. Он увидел сигнал, отраженный от Луны. Луна это очень плохой рефлектор, вообще говоря. Вообще. А в гамма-диапазоне все плохо отражает. Тем не менее, вспышка была настолько мощная, что ее увидели отраженной от Луны. Она была в 100 раз ярче, чем вспышка 79-го года и 98-го года. То есть все-все вот эти... Под словом ослеп имеется в виду, что высшая агма-диапазона вообще не сделала. Да. Ну именно вот ослеп. Вот когда в детстве я читал книжки по фотографии, там в частности так писалось. Ну и кстати, если у вас есть переносная вспышка, это хорошее средство защиты. Если на вас напали в темный подворотник, вплыхните в глаза, и у вас будет несколько секунд для того, чтобы или убежать, или как-нибудь навредить. Надо вспышку. Эта вспышка сама по себе, вот сам пик, был традиционно коротким, 0,2 секунды. Поток энергии был 1рк на квадратный сантиметр. Это вполне макроскопическая энергия. Это на Земле такой? На Земле, да. То есть действительно там серьезно была ионизована ионосфера. То есть ее состояние на ночной стороне стало таким же, как на дневной стороне. Полное энерговыделение во вспышке 3х1046R. Это естественная оценка, потому что максимум мы не видим, его как бы восстанавливается. Ну и плюс есть данные об отраженном сигнале, он тоже точно не восстанавливается, потому что коэффициент отражения в гамме известен плохо. Светимость во время вспышки 1047R. Для справки, это больше светимости галактики. Потом был длинный пульсирующий хвост с периодом вращения этой нейтронной звезды. Он был известен уже заранее из рентгеновских наблюдений. Объект был известен на этот момент как софт-гамма-репитер. Он давал слабые вспышки. Энергия в хвосте 1044R. Почему мы все-таки думаем, что там большие магнитные поля? Значит, первое я сказал. Большой темп замедления, длинные периоды. В принципе, в стандартной картине это уже достаточно, чтобы сильные магнитные поля заподобили. Следующая группа аргументов. На мой взгляд, самым сильным аргументом является вот это. Нет никакого механизма, который бы вам позволил на нейтронной звезде за 0,2 секунды с фронтом роста, который вообще не разрешается аппаратурой, то есть это миллисекунды, выделить 1046R. Вот нет другого механизма. Только очень сильные магнитные поля, очень сильные токи, если угодно. Но сильный ток без сильного магнитного поля вы все равно создать не сможете. Поэтому энергетический аргумент, он страшно сильный. Ни в одной альтернативной модели не удается объяснить даже обычные вспышки, а гигантские тем более, без привлечения сильных магнитных полей. Причем сам механизм вспышек, мы не знаем его в деталях, но мы знаем, что происходят вспышки на Солнце. Вообще говоря, нет ничего удивительного в том, что пересоединение магнитно-силовых линий дает вспышку. Далее, мы видим этот пульсирующий хвост. Это выброшенный фаербол электрон-позидронной плазмы. Его нужно удержать, потому что свободный разлет происходил бы гораздо быстрее, чем эти 400 секунд или 500 секунд в других случаях. Этот фаербол надо чем-то держать. Держать можно только магнитным полем. Оценка магнитного поля, опять-таки, дает порядка 10-15 гаусс для дипольного поля. Есть какие-то более модельно зависимые аргументы. Наконец, в некоторых случаях есть наблюдение. Вот в эти наблюдения как раз... Ну, не то, что в наблюдения нельзя не верить, они есть. В интерпретацию не все верят. В некоторых вспышках видели вот такие линии поглощения в спектре. Хорошая интерпретация состоит в том, что это протонная циклотронная линия. Собственно, то, что это циклотрон, людям кажется, потому что это гармонические линии. То есть мы видим гармоники. Если бы это была электронная циклотронная линия, поле было бы очень маленьким. Там порядка... Ну, сколько на три порядка оно должно быть примерно меньше, чем для протона. Значит, было бы там 10 в 11, 10 в 12. Хотите, а можно тут как раз спросить, потому что это аргумент, который я слышал против магнитаров. Что когда они увидели, что если по этим циклотронам увидим, что маленькие энергии, они сказали, что это протоны. А электронные куда делись? Электронные, они там сидят у себя, я не знаю, в ультрафиолете, в оптике, куда там это попадает. Так что... Нет, наоборот, пардон, они в гамму, конечно, ползали. Я еще тут торможу. Да, больше, и там невозможно... За 50 каломи линии мерить уже нельзя. Детекторов просто нет, кто бы хорошо мерил. Я вот слышал, а Дар, если вы его знаете, может... Да, ну, Дар, человек такой, экзотический. Он просто сказал, что как они увидели эти линии, они сказали, что это не электронные, а протоны. Это как бы так, но на самом деле более сильные возражения хорошие делают там люди типа Жора Павлова, которые говорят, что можно подобрать просто линии элементов, которые дадут все то же самое. А циклотронные линии, наоборот, будут замыты в сильном магнитном поле. Поэтому вот это аргумент слабый. Я его по этому самый низ поместил. Независимо от существования этих линий, там еще есть проблемы, они видны только во вспышках, и поэтому есть всего там 2-3 измерения, потому что поймать вспышку прямо во время наблюдения тяжело. Снять спектр именно. Поэтому это такой результат. Ну, да, вот тут можно разные интерпретации предлагать, верить, не верить, но даже если окажется, что это не протонные циклотронные линии, это ни о чем не говорит. Есть достаточное количество очень сильных аргументов, которые свидетельствуют в пользу магнитного поля и в любом случае убивают все альтернативные модели, которые... Сейчас, а 10 кафт, а надо же на 2 тысячи померить, если будет вообще 20 мэр. Да, если электроны, да. И там невозможно ничего померить. То есть проверить это предсказание не есть. Нажать не надо, потому что формула неправильная, там будет масса гуманативной политики. Потому что это не литивистская формула, ЕВНН. А правильная формула энергии, понимаете, есть ЭВНН. Аномальные рентгеновские пульсары. Они, как отдельная группа источников, были выделены в 95-м году. И тогда, я просто помню, потому что это была первая международная конференция, на которой я был, в смысле, вне России. Люди рассказывали, что они взяли все рентгеновские пульсары, про которые мы знаем, что это источники в двойных системах, течет вещество на нейтронную звезду. И мы видим период вращения нейтронной звезды. Они сказали, что есть группа источников с очень узким диапазоном периода. Так всегда бывает, это ни о чем не говорит. Всегда можно выделить. Да, всегда можно выделить, совершенно верно. Они всегда замедляются. Это уже немножко подозрительно, потому что здесь у вас в момент он то с плюсом, то с минусом приносится. Звезда сама тормозится. Но и у обычных рентгеновских пульсаров есть длинные эпизоды замедления. Это тоже еще не очень странно. Не было видно оптических компаньонов. То есть не было видно второй звезды. Тоже бывает довольно часто, потому что диск ярко светится, и вторую звезду не видно. То же самое по себе ни о чем не говорит. Относительно слабой светимости. Они в среднем были раз в 100 слабее, чем нормальные рентгеновские пульсары. Ну, тоже, в общем, не супераргумент. И, наконец, светимость у них была очень стабильна. Но все вместе это потихонечку начинало производить впечатление, что действительно есть отдельная группа объектов. Но сейчас, спустя 15 лет, мы знаем их гораздо лучше. И теперь мы уверены, что это одиночные нейтронные звезды. Что это не двойная система, а отдельная нейтронная звезда. Мы видим вот это пульсирующее излучение. Вот один период. Это период обращения нейтронной звезды, безусловно. И чуть дальше будет ясно. Теперь мы уверены, что это родственники источников мягких повторяющихся данных плестов. То есть тоже магнитарных. Что сейчас мы знаем об аномальных рентгеновских пульсарах, что они знали всего лишь несколько лет назад. Во-первых, были обнаружены транзиентные аномальные рентгеновские пульсары. Вот в 92-м году нет источников, в 2003-м году есть источник. Это был первый случай такой транзиентности переменности аномального рентгеновского пульсара. Это очень необычно. Свойство совершенно не было предсказано. Но, коли уж оно светится постоянно, оно и должно постоянно светиться. У вас текущие токи, как десипируют, затухают, уменьшаются магнитные пули, и эта энергия высвечивается. Просто, например, через тепло, через нагрев коры. Это был первый случай, когда от кандидатов в магнитары, будем так говорить, от кандидатов в магнитары увидели радиоизлучение. Это было очень важно, поскольку, как я сказал, до этого считалось, что магнитары не испускают радиоизлучение, из-за того, что поле сверхшвингеровское, распад фотона происходит. В общем, много чего интересного. Тем не менее, увидели радиоизлучение. После этого еще несколько объектов увидели в радио. Я не буду останавливаться на всяких любопытных особенностях. Важно, что они дают пульсирующее радиоизлучение. Вот импульс в радио, вот импульс в рентгене. То есть, в неком смысле, я вас хочу начать наводить на мысль, что все-таки это одно семейство нейтронных звезд. Что не то, что какая-то звезда родилась радиопульсаром, она только радиопульсар. Какая-то родилась только магнитаром и больше никакой активности не показывает. Мы увидим, что нейтронные звезды, они, конечно, разные. Там разные магнитные поля, разные периоды вращения. Но, тем не менее, физика-то общая. И у представителей одного класса можно находить проявления, свойственные представителям другого класса. Первое такое вот объединение, братание классов, было связано с тем, что от аномальных рентгеновских пульсаров наконец-то увидели вспышки. Это произошло, опять-таки, относительно недавно, меньше 10 лет назад. Сейчас большая часть аномальных рентгеновских пульсаров уже замечена в генерации вспышек. Типичная вспышка в жестком рентгеновском диапазоне. Она по своим характеристикам абсолютно неотличима от вспышки нормального софт-гамма-репитера. Но этот источник уже давно был известен как аномальный рентгеновский пульсар. Поэтому нет никакого сомнения, что физика там та же самая. И, опять-таки, это очень важно, потому что альтернативные модели, не магнитарные, они с какого-то момента переключились на объяснение аномальных рентгеновских пульсаров. Там все-таки можно пытаться обойтись, было без магнитных полей, пока они не начали вспыхивать. Сказать, как можно за 0,1 секунды, но тут реально меньше, чем 0,1 секунды, выплеснуть 1040-й, 1041-й, без диссипации энергии, запасенной в магнитном поле, очень трудно. Кроме того... Простите, верится в то, что в процессе жизни время от времени такие вспышки происходят? Да. И это происходит в среднем у более молодых объектов, пока магнитное поле... У одного объекта через некоторое время вспышка опять повторится. Да, да, они все дают повторную структуру. Почему не происходит? То, что она не упала? Ну, давайте я чуть попозже... У меня последний слайд, если я не успею добраться, если нет, расскажу на следующей лекции. Ну, короткий ответ такой, это связано с динамикой структуры магнитного поля по всей видимости, так мы думаем. Но ответа, вообще говоря, не существует. Да, ну так вот, мораль этого слайда в том, что сейчас мы уверены, что источники мягких тореяческих гамм-всплесков, аномальные рентгеновские пульсары, это одно семейство, и вот их вместе называют магнитарами, у них полностью общее свойство, но единственное, пока ни один объект открытый как аномальный рентгеновский пульсар не дал гигантской вспышки. С другой стороны, если бы у нас не летали никакие спутники до 98-го года, и мы сейчас бы вдруг начали наблюдать в рентгене, все известные софт-гамм-репитеры были бы открыты как аномальные рентгеновские пульсары. Какова вообще физика? Еще раз скажу, мы не знаем в деталях, есть хорошие стандартные модели, которые при этом запросто могут оказаться в чем-то неверными, но вряд ли в самых общих чертах. Сейчас традиционная модель объяснения активности магнитара в порождении гигантских вспышек, это модель такой скрученной магнитосферы. Идея стоит в том, что обычно мы как представляем, мы рисуем магнитное поле нейтронной звезды, мы рисуем такое дипольное поле. Если мы пустим троидальное поле, которое будет усиливаться, или будем его создавать, двигая как-то кору, то у нас возникнет снаружи такое закручивание магнитосферы. Это может быть связано с внутренней динамикой магнитного поля, оно уже может быть закручено внутри и потихонечку пытается раскрутиться. Когда поле меняет свою структуру, то оно влияет на кору. Кора твердая у нейтронной звезды, а магнитные силовые линии в нем вморожены. Там все с высокой степенью ионизовывает. Соответственно, двигая магнитное поле, или в силу внешних или внутренних причин, мы начинаем двигать кору. Какое-то время она пластически на это реагирует, но наконец напряжение в коре дорастает, до критического значения она просто трескается. У вас происходит резкая перестройка коры и как следствие резкая перестройка магнитного поля, и это приводит к вспышке. Так выглядит стандартная модель. Есть очень сложные, очень тяжелым языком написанные теоретические статьи. Это одна из первых больших статьй, где детально была развита эта модель. О каких же размерах идет речь? Нейтронная звезда имеет размер радиус 10 километров. Ну и, соответственно, магнитосфера там простирается. Соответственно, в этой модели у вас внутри есть скрученное магнитное поле. Оно пытается раскрутиться, двигает кору, меняется структура внешнего магнитного поля, наконец все трескается и происходит гигантская вспышка. Ну и мелкие вспышки могут быть просто мелкими растрескиваниями коры. Таким образом, вот снаружи мы видим такую структуру магнитосферы в этой модели и есть наблюдательные свидетельства в пользу того, что что-то похожее происходит. Давайте я вам вместо этого попробую показать мультфильм. Так, как бы мне его показать. А почему? А потому что надо было копировать файл. А его нету, он не копируется. Он прямо такой. Да, ну ладно. Ты когда его вставлял в презентацию, там файл-то был? Да, но у меня он независимо показывается. Он вставлен в презентацию, поэтому я не очень понимаю, почему он не был. Нет, все равно, даже если он вставлен, должен быть на диске в это время. Есть наблюдательные свидетельства в пользу того, что постепенно меняются свойства магнитосферы нейтронной звезды перед вспышкой. Что показано на этих рисунках? По горизонтальной оси везде время, это года, вот эта линия штриховая показывает момент гигантской вспышки этого магнитара. Так, рост период. Видно, что темп замедления нейтронной звезды начинает резко возрастать. Так меняется фотонный индекс, то есть жесткость спектра. Спектр в первом приближении можно представить себе просто степенным, и наклон спектра становится более плоским, то есть более жестким. Это тоже постепенно происходит, потом происходит вспышка, и спектр начинает опять мягче. Это поток в рентгеновском диапазоне, он опять-таки начинает усиливаться к моменту вспышки и потом спадает. А вот это частота слабых вспышек, она тоже начинает резко возрастать, происходит гигантская вспышка, тут еще, как сказать, колбасит нейтронную звезду, и потихонечку эта активность сходит на нет. То есть есть ощущение, что происходят какие-то постепенные изменения в нейтронной звезде. И здесь это результат реального расчета, то есть это не такой нерисованный мультфильм, это визуализация расчетов. Но, собственно, здесь показывалось бы, как рос вот этот твист магнитосферы, как потихонечку менялся бы фотонный индекс, период, рентгеновский поток, и, наконец, как все это релаксировало бы после перестройки магнитосферы и выходило потихонечку на значение до вспышки. Ну, хорошо, это пропустим. Какие еще есть аргументы в пользу существования сильных магнитных полей вот этой закрученной магнитосферы? Летает такой спутник-интеграл, это европейский спутник, но благодаря некой такой прозорливости академика Сюняева, Россия получила на нем меньше, чем за четверть стоимости спутника, четверть наблюдательного времени, он должен был пускаться европейцами на низкую орбиту, на низкой орбите наблюдать плохо, мешают радиационные пояса, и в какой-то момент Сюняев сказал, у нас же есть протон, давайте мы запустим протон, мы сказали, здорово, а сколько вы за это хотите? Он сказал, все время над радиационными поясами, потому что мы все, что ниже, вы получили бы и так. Вначале они сказали да, но оказалось, что это 80% времени, по цене это, я не помню, 10-15% что ли, в общем, сошлись на 25%. И ребята из ИКИ, на самом деле несколько групп, но первым был Мальков, они открыли удивительную вещь, этот спутник умеет строить спектры, но без линий, без деталей, до, на самом деле, до 120 где-то кэф. Вот, если вот это закрыть, что было известно? Ну вот какие-то спектры, они так умеренно спадающие магнитаров, ну, ну, плоский он, хорошо, но не было никакого предсказания, что спектр утянется до сотен кэф. Не было, никто не думал о моделях, где бы это могло произойти. Было внутри десяти. Да, все было где-то до десятки известно, ну, до двадцатки в редких случаях. И оказалось, что есть очень жесткие хвосты. И идея современности состоит в том, что вот эта мощная закрученная магнитосфера содержит очень много электронов. Поверхность излучает обычные тепловые фотоны в мягком рентгеновском диапазоне, то есть там температура чуть больше миллиона градусов. А потом они рассеиваются на горячих электронах в магнитосфере. Обратный кантоновский эффект происходит, фотоны получают энергию. И мы видим поэтому вот такой хвост. Никакого другого разумного объяснения появления хвоста, и тем более связи поведения хвоста с поведением магнитара вообще в альтернативных моделях тоже не предлагается. И сделать такую штуку без сильного магнитного поля довольно трудно. Как конкретно сделать? Там идут споры, разные группы предлагают разные варианты, но все это крутится вокруг очень мощной магнитосферы с характерным полем 1014-1015, в которую так или иначе, там, например, вопрос, как ее наполнить электронами. Как-то она наполнена электронами, поэтому дает такие жесткие хвосты. Хорошо. Еще одно важное открытие, на мой взгляд, одно из самых важных открытий астрономии 2008 года, которое снова связывает разные популяции. Жил-был радиопульсар. На самом деле это вот тот случай, когда мы не видим прямо радиопульсар. Он наблюдался в рентгене, радиопучок не попадает на землю. Но была плерионная туманность, то есть нет никакого сомнения, что там сидит пульсар. У него по замедлению было померено довольно большое поле, но не магнитарное, не супербольшое. Период, ну такой вот нормальный период, 3 десятых секунды. Жил-был пульсар. А, здесь, кстати, очень красиво, давайте я скажу. Вот как бы масштаб карбовидной туманности, а вот масштаб остатка сверхновой. То есть вот пульсар подсвечивает маленькую туманность внутри остатка. Здесь он тоже вспыхнул почти в пустоте. Видна, во-первых, половинка остатка, во-вторых, и половинка из двух таких кусочков состоит. Так вот, вдруг пульсар увеличил свою светимость и начал выдавать магнитарные вспышки. Во сколько раз увеличил светимость? Светимость он увеличил в несколько раз, ну вот он до и после. Но этого достаточно, он стал фактически светить больше, чем потери вращательной энергии позволяют перегнать в рентген. Вот что важно. Он стал работать как магнитар, он запустил новый источник энергии, иначе ему просто ее не хватило. Вот эти вспышки, здесь они обзумлены, это классические магнитарные вспышки, если так, изначально дать кому-то изображение такой вспышки, специалисту по софт-гамма-репитерам, например, он сказал бы нормальная вспышка софт-гамма-репитера, ничего в ней особого нет. Но ее давал объект, который до этого не являлся даже аномальным рентгеновским пульсаром, он наблюдался как нормальный радиопульсар. И это было очень важное открытие, оно показало, что даже обычные радиопульсары, ну пусть с большими полями, но не с магнитарными полями, могут вдруг становиться магнитарными. Это поставило очень серьезные вопросы уже перед нами. Нам всегда было очень легко объяснять разные популяции, сказать, ну вот этот родился магнитаром, этот родился радиопульсаром, этот таким, а вот оказалось, что они могут перебегать из класса в класс, и это очень интересно. Другое важное открытие уже вот конца прошлого года, и на этом я, наверное, сегодня остановлюсь тогда, был открыт магнитар, софт-гамма-репитер, он выдавал гамма-вспышки, обычные гамма-вспышки. У него нормальный магнитарный период 9 секунд. Он наблюдается несколько лет, и у него пытаются определить магнитное поле по замедлению. Так он не замедляется. Вот эта прямая линия на графике соответствует отсутствию замедления. Ну, то есть фаза не меняет, но период не меняется, никакого сбоя не происходит, ухождение от постоянного поля не происходит. И сейчас верхняя оценка, ну, сейчас, вот на тот момент, оценка поля меньше уже, чем 10-13 гаусс. Это тоже очень непонятно. Но это наводит на мысль, что можно делать... За что же вы его называете магнитаром? За то, что он дает вот такие вспышки, которые тоже объяснить без дисциплинации энергии магнитного поля невозможно. А, да, и пардон. Наблюдается это он в рентгене, он светит как рентгеновский источник за счет горячей поверхности, это тоже требует энергии очень большой. Пока единственное здравое объяснение выглядит так. У него нет большого дипольного поля, тормозится всегда дипольным полем. А вблизи поверхности у вас могут быть очень сильные мультипольные поля, вы их там можете... То есть текут мощные токи, но не такой простой, который порождает глобальное дипольное поле, а более сложные. Вы их можете перезамыкать, давать вспышки, а замедляться он быстро не будет. При этом кора будет греться, все будет как у обычного магнитара, но глобальные свойства, такие как замедление, будут другими. Ну и фитирование спектра показывает, что так может быть, но это, на мой взгляд, сильный модельнозависимый результат, то есть надо подольше его изучать. Вот это хороший момент восстановиться. И существует объект, который называют спокойным магнитаром. Это радиопульсар, который виден и в рентгене. Пульсар виден в рентгене. И у него по замедлению поле 3х1014. Он не проявляет никакой магнитарной активности. У него нет очень горячей поверхности. У него магнитарный период. Он так неспокойно ведет себя в радио, но не проявляет традиционной магнитарной активности. Но он почти наверняка со временем должен ее проявить. То есть ситуация вот в области больших, по крайней мере, магнитных полей стала очень запутанной. Ну и завтра я продолжу заканчивать эту лекцию и дальше запутывать ситуацию. подскажите вообще, из чего нейтронные звезды собственно состоят? Вторая лекция будет про это. Хороший вопрос. Ну, конечно, как бы нейтронные звезды могут состоять из нейтрон. Тогда откуда поле? Да, значит, состав, конечно, сильно меняется в зависимости от радиуса. В смысле, вот мы двигаемся от центра наружу. Наружу вещество не очень плотное. И наружу у вас есть нормальная кристаллическая, по сути, решетка железная. И там могут течь нормальные токи, и будет совсем обычное магнитное поле. Ничего удивительного нет. В центре, в самой консервативной, простой модели, у вас есть нейтроны. Их процентов 80-90. Немножко протонов, то есть процентов 10-20 от силы. Электроны, чтобы была электронейтральность, там может быть неон. Так вот, коли у вас внутри есть протоны, вы можете теоретически запихнуть поле в ядро. Протоны будут сверхпроводящими. И тогда поле у вас побьется на такие, ну, возможно, два варианта сверхпроводника. Поле может быть вытолкнутое из сверхпроводника, или оно побьется на магнитные трубки. И тогда у вас сильное магнитное поле будет и в ядре. Вот что происходит, люди не знают. И пока не очень хорошо понятно, как можно придумать такой критический эксперимент, который бы это показал. Ну и есть всякие экзотические составы компактных объектов. Там кварковые звезды, какой-нибудь каонный конденсат, пионный конденсат. Но про это я вот в следующей лекции буду рассказывать. А почему нельзя просто ограничиться одними нейтронами, сложив их в магнитные моменты, в макроскопические домены какие-нибудь? Ну, им выгоднее, наверное, воспользоваться. Да, им выгоднее, потому что в доменах я поэтому и говорю. Есть похожая штука в кварковых звездах. Вот такая модель есть. Такой ферромагнетик у вас получается. Вот для кварковых звезд такая модель есть. Я не специалист в этой области, для меня, как для астрофизик, это выглядит немножко слишком экзотично. Но тем не менее, да, такое обсуждается. Но нейтронов не получается. Спасибо вам большое за магнитары. Я не то, что против, но просто когда я рассказываю, спрашиваю, где такие поля бывают, я говорю о магнитарах, сразу вставали и говорили, что магнитаров нет. А какое максимальное магнитное поле наблюдалось и какое оно может быть? Значит, максимально наблюдавшиеся поля, там точность полпорядка. Поэтому под 10-15. 10-15 это что-то реалистичное, что можно брать. Предельное поле, это поле, которое разорвет нейтронную звезду. Вообще, это 10-19. Ну там, под 10-19. Но это внутри. Что там наружу будут торчать в таком объекте, неизвестно. Но никаких указаний на существование такого поля пока нет. Я думаю, оно будет очень быстро дисципировать. Если только вы какой-то ферромагнетик такой странный не создадите, тогда, наверное, может быть, просто если текут токи, то они, конечно, будут конечные сопротивления, они будут как-то затухать. А вот какие характерные размеры в двойные звезды тогда? Самые разные. То есть, с одной стороны, то, что нарисовано, нарисовано как бы в масштабе. Чтобы текло, нужно, чтобы второй компаньон был достаточно близко, несколько радиусов звезды-донора. Такие системы есть заведомо. То есть, есть системы с периодом обращения часы в случае компактных объектов. Рекордно короткая двойная система. Это два белых карлика. У них период 5 минут, по-моему. Нет, а расстояние-то между ними нет? Ну, по закону Кеплера можно перечислять. Я сейчас совру, конечно. Но 5 минут — это очень короткий период. Это сотни тысяч километров должно быть. А так, есть большие, естественно. Да, пределом снаружи является то, что гравитационное поле галактики развалит двойную систему. Так сказать, в вакууме оно может существовать в совсем пустом пространстве любой размер. А так вот до 10-7 радиусов Солнца, это 10-13 километров. Ну, 10-18, да, там, световой год максимально может быть. Скажите, окрестное вещество на горизонт черной дыры кировского типа тоже приводит к рентгеновскому излучению? Чем вы в отличие от того, что вы рассказываете? Ну, вот, да, хороший вопрос сейчас, да, я поясню. Смотрите, естественно, естественно... Надо на скрепку, наверное, сначала нажать. Да, скрепка там. Я какую-нибудь картинку выведу, вот эту лучше. Так вот, естественно, если вы просто выкидаете предмет в черную дыру, он падает, и все, и никакой энергии не выделяет. И такие объекты как бы существуют, по всей видимости. В центре нашей галактики сидит черная дыра, там 4 миллиона солнечных масс. Мы видим, что на нее сколько тогда затечет, а она почти ничего не свечет. Больше 99% массы просто падает внутрь, ничего не уносит. Если есть момент, образуется диск. И в диске есть вязкость. И самое простое объяснение, мы видим внутренние части диска, где просто вязкостью вещество нагрето до этих нескольких миллионов градусов. Дальше спектр может как-то торежиться. Над диском могут быть горячие электроны, они будут компетонизовать немножечко. Это значит вторая вещь. Дальше можно придумывать всякие механизмы, которые еще будут вытягивать энергию из черной дыры, если она очень быстро вращается. Можно ее энергию отбирать. Там такие магнитные поля будут возникать из-за того, что по горизонту будет течь ток, он будет замыкаться в диске, и можно выкачивать энергию извращением черной дыры. Но если есть двойная горизонт, типа экзосфера, которая между ними как эффекта увлечения ведет, то там, наверное, будут очень сильные энергии. Да, ну вот 42% абсолютно предел. Да, 42%. Это вот такой теоретический предел. Как отличать систему с нейтронными звездами и черными дырами? Это отдельный очень интересный вопрос. На пальцах. Первый, самый простой. Если пульсирует, значит точно нейтронная звезда. Дальше у них есть разные спектры немножечко. И кандидатах в черную дыру выделяют по спектру. Потом есть очень красивый эффект. Вот вы водород складываете на поверхность нейтронной звезды, он копится. Потихонечку в нем можно создать такие условия, что у него будет быстро расти температура и плотность. И в какой-то момент зажжется термоядерная реакция. И тогда будет вспышка, такие объекты называются барстеры. Опять-таки, значит есть поверхность, то есть ничего не накапливается. У кандидатов в черную дыру нет ни одного этого свойства. Это во-первых. Дальше можно оценить массу компактного объекта. Если вы видите, как звезды вдвойной крутятся, значит вы можете оценить массу. Если масса там больше, скажем, 5, ну там есть несколько, но 5 абсолютный такой порог. Больше 5 масс Солнца, если, значит, в, как сказать, в conventional physics нет никакого объекта, который мог бы удержать эту штуку. Если вы более консервативно и считаете, что скорость звука не может быть больше скорости света, то 3 массы Солнца возникает в предел. И, соответственно, уже там за 3 массы Солнца считаются кандидатом в черную дыру. Ну, если мы там закончили, то закончились вопросы, то надо поблагодарить этот отводчик.